Ты чё за птица такая? Вчера у наших соседей на Тюменьщине, ближе к северу, трезвыми водителями на асфальте был замечен фламинго, местами розовый. Ну и в целом красивый птиц, особенно на взлёте. Случилось это на трассе Тюмень-Тавда, в непосредственной близости от Берёзовки. Удивлению граждан не то, что не было предела, но такие экзоты в здешних суровых местах вообще-то не растут, и люди, заподозрив неладное, давать звонить по телефону 112. Вот рассказ об этом звонке одной из гражданок. Цитата. Мы ехали с подругой в Нижнюю Тавду. Проехав пару метров от Берёзовки, я заметил странную птицу. У дороги сказал, это что фламинго? Мы остановились, но подойти к птице не рискнули, мало ли как она себя поведёт. Она стояла и дрожала от холода, видно было, что птица уже устала. Машины ехали мимо, никто не останавливался. Нам стало её жалко, но как помочь, не знали. К тому же там плохо ловилась связь, но до службы 112 мы всё же дозвонились. Хотя там больше интересовались нами, спросили имя, где проживаем и так далее. Позже нам перезвонили и сказали, что ничем помочь не могут. Знаете, сколько лебедей умирает каждый день? У нас нет служб, которые бы помогали птицам, ответили нам там. Конец цитаты. Ну, в общем-то, служба эта занимается спасением людей. Животных, конечно, тоже жалко, но отвлекать на них силы и средства? А вдруг в этот самый момент как раз людям срочно понадобится помощь, а им отвечают, уж извините, не до вас, мы тут фламинго спасаем. Да, розового. Да, дитя заката. Однако диспетчеры 112 всё же сделали то, чего никто из других сделать не догадался. Они сообщили об этом инциденте орнитологам. Ну, а дальше кто знает, может они его и поймали. А другие орнитологи объяснили, что единственная возможная причина того, что птичка оказалась тут залётной, промах в навигации, ну, тупо заблудилась. GPS заглючил или VPN не вовремя включился, но это не такая уж сугубая редкость. Тут недалеко Казахстан, а там три озера, где они постоянно живут. Это единственное место в бывшем Советском Союзе, где есть розовое фламинго, известное у нас под названием Красный Гусь или Краснокрыл. Так что залёты время от времени случаются. Не только в Тюминскую область, но и в Новосибирскую, и даже в Томскую. Перепады температур они выдерживают легко. На высотах, где они летают, минуса такие, что нам и не снилось. Скорее всего, конкретно эта птица банально устала, а по дороге она ходила, ну, просто потому, что в поле проваливаться по колено в снег неудобно очень, да и фиг взлетишь, то ли дело на твёрдом асфальте. Так что вполне возможно, что ровно никакой посторонней помощи птицы и не требовалось вовсе. Ну, разве что на карту взглянуть.